Девушки отдыхают Просто никого! Это Костя Джов и Паша Амбей Видите за мной вот ту большую зеленую железную штуку? Так вот, сегодня мы расскажем вам о танке Т-60 Это настоящий, реальный танк времен войны Ну, я думаю, что круче этого нет, наверное, ну, пожалуй, ничего Может быть, у вас патриот, хотя нет Танк круче Я вам расскажу про двигатель, шасси, подвеску, коробку передач, управляемость и так далее и тому подобное А вот ребята вам расскажут, что из себя этот танк представлял во время войны И, конечно же, что он сейчас представляет из себя в игре World of Tanks Прямо вся коробка выходит Что, ты прямо сидишь, он тебя под боком жужжит? Ребят, ребят Греет? А, мне это не слышно Это только что Паша показал Лене свой мотор Вот это вот лицо Вот это, о-хо-хо Да Да, если бы Костя показал свой мотор Было бы Это был бы не такой вау-эффект Ну, окей, давайте Начинаем сначала Поехали про технику с точки зрения этого объекта, как объекта движения То есть, ну, по сути, я стараюсь вам сделать некое подобие тест-драйва Мы, кстати, еще и поедем сегодня Значит, что у нас здесь? Здесь у нас мотор бензиновый, 3,5 литра, 76 лошадиных сил Не смейтесь, это действительно так Помните, я вам недавно рассказывала А, нет, я не вам рассказывала, я на Автоплюс рассказывала Но, тем не менее, в общем Например, Тиесаевский, Вольксвагеновский мотор 1,4, 100 с хреном лошадиных сил 150, например Две турбины и так далее Вот здесь никакой турбины 3,5 литра газовский бензиновый мотор Иди покажу То есть, понимаете, человек сидит, а у него справа работает мотор Раз уж мы сразу начали говорить про мотор То... И заглядывать внутрь То заглядываешь сюда и видишь, что Друзья мои, никакого комфорта, никакого Тут вам ни системы кондиционирования, ни климат-контроля, ни кожаных сидений Нифига Хотя нет, стул кожаный По-моему, этот стул стырили где-то из школы Но, тем не менее В общем, комфорта ноль Коробка передачи четырехступенчатая Вот торчит ее рычаг Селектор КПП Вот она Этот танк развивает скорость порядка 40 км в час На самом деле это очень много Вы представляете, как вот такая вот дура То есть, простите, дурак прет по дороге Ну, то есть, можно сказать, что он, наверное, и по городу пройдет, если надо будет Так что... Ну, это был бы неплохой ответ, наверное, на всякие разные вопросы по поводу нашего автопрома Он вообще нам нужен? У нас же есть танк Вы можете сказать, что, ну, вроде как, 76 лошадиных сил, что-то он не быстро едет Да нормально он едет, он просто весит 6 тонн Представляете себе, 6 тонн Хаммер, для примера, 3,5 тонны Крузак там, по-моему, 2,5 Не буду брать, не помню По бездорожью эта штука тоже, я думаю, что по-дурацки себя не проявит И вот тут дорожный просвет у нас в 30 сантиметров Что касается подвесок Подвеска торсионная Это второй танк, у которого вот такая вот подвеска Это считается очень продвинутой, по крайней мере, для танка тип подвесок Для примера торсион до сих пор используется в автомобилестроении Например, многие французские машины сзади оснащены торсионной балкой Мотор здесь рядный, шестицилиндровый Максимальный крутящий момент, 172 ньютон метра Достигается он при 1800 оборотах Вообще, во время войны сюда лились 70-й бензин Сейчас попробую залезть внутрь и посмотреть А как себя чувствовал человек Вот те герои тогда, во время войны Поехали! То есть полезный, полезный! Вы же так сюда залазите, да? То есть никакого другого худа сбоку нету, да? Что ж я такая курица-то? Своими айфонами тогда все было совершенно не так А вы вот так залазите, а потом поворачиваетесь, да? Вообще, экипаж, экипаж был Два человека То есть формально сюда могли сесть два человека, правильно? А я что-то не пойму, а где второй-то был? А, башни? А, тут есть стулка! Мы потом заснимем Тут есть такая маленькая стулка И, ну, стул, то есть Его даже стулом толком назвать невозможно Поэтому я и говорю, он стулка И есть еще вот такая чудесная штука Та-дам! В этой штуке, ну, что-то типа наушников Поэтому я сейчас даже сама себя не слышу Я сейчас абсолютно глухая Короче, вот здесь, внутри Ну, вы знаете, по ощущениям Это такая железная коробка И вот для того, чтобы понять вообще Хоть на какую-то долю вообще чего-то осознать Как себя чувствовал Да что же это, а? Как себя чувствовали люди Тогда, во время войны Вот вы съездите в музей И попробуйте залезть в танк Здесь внутри Ёлки-палки Здесь вот Здесь есть две педали Одна педаль газ, да? А вторая тормоз Сцепление А тормоз-то где? А, рычагами тормоз Внутри мы еще обязательно заснимем Когда мы попытаемся ехать Ёлки-палки Я даже вылезти отсюда нормально не могу Ну что, ребятки, можно сказать? Водотэнкс, конечно, это танчик не алё Разрывочки могли бы сделать что-то с ним получше Но, вот Паша, думаю, не даст мне соврать Что во вторую мировую он сыграл очень важную роль Особенно в самом начале Противостоял немецким танковым соединениям Прорывал Ленинград Защищал Сталинград и Москву И вообще он большой, хоть и маленький Но большой молодец Вот, что ты, Паша, скажешь? Он хоть и на самом деле не является верхом Какого-то военного искусства И супер-мега-машины для убийств Но для своего времени он был очень в точку Потому что не было его сильно превосходящих танков Среди немецких в том числе И не было каких-то аналогов, которые могли бы его заменить Плюс он очень простой Плюс у него просто металлическая коробка В которой двигатель и всё Ну что, погнали уже, покатаемся наконец Погнали Только чур не пинать Не пинать, всё Луки уберите, ноги свои уберите А только в прошлый раз Лена скатилась головой, ударилась Абдурсион и заработал танк Починила что-то там Так, так, так Ногами на сидушку Так, ногами на сидушку И потом на неё же садиться, чтобы было чисто всё Нормально вообще, вы придумали И штанишки снимешь, чтобы не пачкать А меня так в садинство садили Там снимешь, чтобы не пачкать Поскольку у нас передача не юморная Костя не будет снимать штанишки Я, в общем Слушайте, парни Я вот не могу понять одного Как вообще человек вот здесь сидит У него вокруг Как он себе лицо не разбивал Вот, например, об эту пушку Тут просто нет места Тут элементарно можно размозжиться При любом движении танка Это просто в этом конкретном экземпляре Или нет во всех Даже в современных танках Вот Давича был в Т-90 сидел И у него тоже полным-полно Что на броне, что внутри Торочащих всяких элементов Броня торчит Какие-то крепежи Какие-то, я не знаю, смотровые приборы Всякие разные рубильники Обо всём можно разбить голову Ну, танкисты все ездят в шлемофонах Специальных, мягких Плюс у них навык настолько грамотно держаться За всё на свете, чтобы голову не разбить Поэтому я удивился Танка обычно не поворачивает плавненько Налево или направо Он обычно вот так вот поворачивает И там, если ты держишься непрочно Или, а что-то там можешь удариться Ты ударишься Поэтому просто навык Держаться так Закрываться руками Как-то за элементы Чтобы смягчать свою голову А сейчас как я буду А сейчас как? Вот вырабатывай навык Собственно, когда количество шишек Покрывающих голову станет ровным Ты будешь чувствовать габариты Голова гораздо лучше У меня съёмка завтра Смотрите, передо мной мотор Вот прям передо мной Туда чуть-чуть вглубь, правее Радиатор Ага, мы так и думали Просто открытый мотор И открытый радиатор Мне прям стрёмно Сейчас вот эта штука заведётся Я и за ней не несётся Потому что я пойду А вон КПП впереди Ёлки-палки Ну что, зовите парня танк Да, Лена замёрзла Зовите парня Сейчас я постараюсь С заднего сидения Перелезть на передние Туда вот к танкисту Чтобы он мне показал Как вообще этим управлять Блин, ни за что не возьмёшься А хочу я действительно Попробовать Ну хоть как-то Поуправлять этой штукой В общем, вот здесь Сидит танкист Вот я сейчас Пытаюсь перелезть на его место Блин, тут внутри вода Потому что сегодня был дождливый день И вода сюда залилась Ай, блин Тут, короче, две педали Газ И сцепление Так Усмана, расскажите, пожалуйста Как этим управлять Вот это что такое? Вот, самое сначала Это маску-ключатер И часть доложится А потом Вот Там тормоз Где тормоз? Где тормоз? Вот это первый газ Вторая сцепление Оба рычаг На себя Тормоз Оба рычаг Подождите Вот эти два на себя Это тормоз? Да А почему сейчас не работает? Работает Посильнее надо Вот А вот этот что-то не работает Все работает А, просто сильнее надо, да? А вот этот Ручной газ Ручной газ? Да Ручной газ А зачем он нужен? Это подсос Это подсос Вот это ручной газ А зачем ручной газ, когда ножной есть? Ножной Ранен будет А, все, я поняла Если ранен будет Ага Короче Здесь фар Вентилятор Ага Сигнал У него че сигнал есть? Мам! Извините, пожалуйста Ладно, без слуха Хорошо Что? Не слышу Хорошо, что без штанов не оставил Так Я не знаю Мне вообще Стоит пробовать его Хотя бы завести Да, хотя бы Как его завести хотя бы? Нет, давай Несколько сейчас лезем Нет, ты хотя бы сядь Чтобы там держаться Он сейчас не дернется Нет А, он сейчас не дернется Вот давайте Как его завести Мне сейчас нужно Сцепление выжать Или нет? Сейчас он на нейтралке? Нейтралке, да Да Вот Выкидил Пол оборот Пол оборота Да А потом один раз газ зачем а все я поняла как подкачка я поняла короче смотрите сейчас я что делаю вот эту же где она вот эту штуку вот так стан как вот так вот эту штуку вот так ставлю да теперь чё теперь стартую стартую до и теперь чтобы ехать нужно что тяжелое сцепление да потихоньку отпускает сцепление как машине и а он разворачивается почти на месте все давайте тормозить давайте выключаться все блин спасибо большое усман это было круто вот эти вот три метра которые я проехал они наверно были сильнейшим впечатлением моей жизни спасибо вам большое вот это да ну всякое бывало ну такого не было никогда это действительно круто ножки трясутся ручки трясутся все какой-то я даже понять пока не могу то то что круто было это точно вот сухо ли я не могу понять до конца я нормально вывести не могу потому что у меня руки трясутся и ноги сейчас если я сяду сверху сюда я сяду просто тупо в лужу и потом вы все скажете что штанишки у меня не из-за лужи мокрые ну да ну точно не жалею о том что сделала это по крайней мере это было в моей жизни все крутняк ну что дорогие зрители это был офигенный день как связала лена у нее до сих пор трясутся коленки и она все анализы уже сдала да ладно ребята одно дело делать обзоры на какие-то виртуальные танки конечно совершенно другое дело покататься на них в реале хотим поблагодарить музей за дорожного хотим поблагодарить нашу съемочную группу отдельное спасибо усману за то что он нас сегодня катал ну и конечно вам ребята тоже спасибо и конечно мне спасибо и вам спасибо и нам другим спасибо давайте обнимемся в общем честно говоря опыт из райфа танка это клёво я думаю телен тоже понравилось мне не то что понравилось парни действительно до сих пор трясутся ножки и девушки тоже это было одно из самых сильных впечатлений в моей жизни действительно так хотя впечатлений в моей жизни было предостаточно но вот это было это было очень по-настоящему круто так что это тебе не на лэнкрузере кататься по пропорту московскому да это точно вам просто огромное отдельное спасибо ну и самое что интересное вот я ожидал что танк будет просто рвать и метать что он будет нас шарохать греметь лязгать гусеницами и двигателями пыхать а все оказалось очень довольным таки хороший танк да я вам могу сказать что ламборгини пыхает сильнее правда я клянусь итальянцы не смогли с чего мы делаем вывод что то 60 лучше ламборгини ребята так что покупаем если еще не дорого ребят если вы хотите больше тест-драйвов танков жмите лайк подписывайтесь на наши каналы и мы постараемся вас радовать как можно чаще а ссылки на все каналы в описании описании ссылочки а если вы хотите больше тест-драйвов автомобилей их есть у меня и это я елена лесовка спасибо вам всем пока пока пока